Лунный календарь садовода и огородника на июнь. Сейчас я расскажу, какие дни самые благоприятные для садовых и огородных работ в июне. 1 июня убывающая луна в Водолее – это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка неблагоприятны. Благоприятна вспашка, рыхление и прополка, обрезка и опрыскивание от вредителей. 2 июня убывающая луна в Рыбах – это очень продуктивный знак. В эти дни благоприятен посев и посадка, пересадка растений, высадка рассады, полив комнатных и балконных цветов, удобрение и подкормка. 4 июня убывающая луна в Овне – это неплодородный знак. Благоприятны в эти дни будет вспашка и рыхление, окучивание и прореживание всходов, прополка и обрезка, а также обработка от вредителей, полив и подкормка. 6, 7 и 8 июня убывающая луна в Тельце – это очень плодородный знак, подходит для посадки любых растений. Благоприятна проращивание семян, посев и посадка растений, деревьев, кустарников, полив и рыхление, обрезка для усиления роста побегов, прививка и прищипывание. 9 июня убывающая луна в Близнецах – это среднеплодородный знак. Благоприятный посев и пересадка дынь, вьющихся растений, посадка и посев ампельных и декоративных растений, рыхление, окучивание, обрезка усов, прищипка и прививка, а также выкопка луковиц и клубней. 10 июня – это день новолуния и солнечного затмения. День неблагоприятен для садово-огородных работ. Посвятите его отдыху на природе. 11, 12 и 13 июня – растущая луна в Раке. Это самый плодородный и наиболее продуктивный знак. Благоприятна посадка растений, малины, смородины, помидоров, огурцов и сладкого перца, листовых культур. Благоприятна посадка полевых культур, подкормка и закладка компоста. 14 и 15 июня – растущая луна во льве. Это неплодородный знак. В эти дни не следует заниматься посадкой. Благоприятна прополка и опрыскивание, выкопка луковицы клубней, закладка компоста, рыхление, окучивание и опрыскивание. 16 и 17 июня – растущая луна в Деве. Это малополудородный знак. Он хорош для посева однолетних цветов. Благоприятна обработка земли, прополка, рыхление, окучивание, любая обрезка и полив. Можно сажать ягодные кустарники и землянику. 18, 19, 20 июня – растущая луна в Весах. Средний по плодородности знак. Благоприятна посадка бобовых, тыквы, огурцов, кабачков, плодово-ягодных деревьев. Благоприятна укоренение черенков, подкормка, полив и рыхление. 20, 21 и 22 июня – растущая луна в Скорпионе. Это плодородный знак. Благоприятна пикировка рассады, посадка помидоров, огурцов, кабачков, прививка и полив, а также подкормка органическими и минеральными удобрениями. 22, 23 июня – растущая луна в Стрельце. Это малоплодородный знак. Благоприятна вспашка и рыхление почвы, окучивание, прореживание всходов, прополка и обрезка, обработка от вредителей и срезание цветов. 24 июня – это день полнолуния. Работы в саду и огороде лучше отложить и посвятить день отдыху. 25 и 26 июня – убывающая луна в Козироге. Средний по плодородности знак. Благоприятно сажать и сеять корнеплоды и озимые овощи, прививать деревья, обрезать ветви, полоть сорняки, бороться с вредителями, а также подкармливать цветы перегноем. 26, 27, 28 июня – убывающая луна в Водолее. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур дают хилые растения и низкий урожай. Благоприятна вспашка, рыхление, прополка, обрезка усов и опрыскивание от вредителей. 28, 29, 30 июня – убывающая луна в рыбах. Это продуктивный знак. Благоприятен посев, посадка, пересадка любых растений, полив и рыхление, а также подкормка и прививка. Подытожим. Для посадки и других важных садово-огородных работ будут благоприятны даты 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29 и 30 июня. Наиболее неблагоприятными считаются даты 1, 4, 5, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 28 июня. Сажайте по луне. Я желаю вашим дачам и огородам отличных урожаев. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите следующее видео.